друзья мои я очень рада вас видеть на вечернем сеансе встречи не знаю как сказать пока все присоединяются в общем у меня такая тема я хочу сегодня посвятить время и обсуждение с вами некоторых комментариев у меня на youtube это вообще классная тема брать комментарии начинать их читать комментировать можно с них и поржать и интересные выводы какие-то классные сделать вот если интересно оставайтесь друзьям и со мной вот они интересные прилистывайте так значит этот комментарий который первый я буду читать я его буду больше адресовать тому человеку который оставил этот комментарий я не знаю можно сказать негативный но в то же время полные боли с большими такими красными тремя буквами сос типа помоги в общем я читаю иногда и не знаю даже как на них реагировать вот такой комментарий есть один нелли а что делать когда много месяцев я говорила себе и жила так что у меня все есть у меня все хорошо и тут раз у меня ничего нет денег нет даже просто для жизни к сожалению в нашем мире все завязано на деньгах а тут и работаю вроде больше а денег все меньше и меньше комментарии это я продолжаю следующий комментарии и ежи комментарии ты не читаешь живешь своей жизнью прям как и учишь а у меня тут неприличное слово из четырех букв что-то не так сделала может быть или в твоих консультациях это просто не вяжется комментарии ты не читаешь живешь своей жизнью прям как и учишь а у меня тут проблемы то есть человек переложил на меня ответственность что как как я вообще могла позволить себе не читать комментарии не комментировать жить своей жизнью то есть ну как ты смеешь не читать комментарии ты наверное учишь так же как и живешь то есть живешь своей жизнью и в общем на нас никакого вообще внимания не обращаешь хотя и все ваши комментарии читаю я по возможности стараюсь отвечать но бывают такие комментарии где нужно реально сидеть разбираться и это тема которую вы там озвучиваете в комментариях что нелли вот помоги у меня болеют там родственники вот такие то проблемы у меня перечисляйте все свои болячки разбери психосоматику и так далее это не один час работы вы понимаете то что это очень много времени на это потратить надо естественно на некоторые комментарии я физически не могу даже найти время и если вы мне оплатите консультацию да я вам конечно же разберу ее я обычно вскользь отвечаю что но если вижу там прям совсем все плохо я могу сказать в 2 3 предложениях куда направить свое внимание посмотреть там посмотрите в интернете например проблему с головой у вас там мигрень головные боли плюс я бы добавила и пару предложений добавляю но вот разбирать я не могу вот в общем какая у женщины была претензия здесь то есть нелли что делать ты вот не считаешь комментарии живешь своей жизнью и учишь также типа хреново я много месяцев говорила и себе и жила что все у меня есть она в итоге ни хрена у меня нету ну то есть как ты могла меня обмануть посыл такой потому что там еще было много комментариев под каждым видео кусочки комментариев причем но слог такое у женщины очень сложно она образует очень сложно и выражать свои мысли нормально да и приходится додумать что же он там написала но здесь вот есть такая претензия то есть ты говоришь своих видео и почему-то это хорошо надо себе говорить да включать вот эту позитивную психологию что нужно говорить я не знаю как но интересно понаблюдать как все сложится все будет хорошо у меня и так все есть но я всегда добавляю ребят как в прошлом видео позитивная психология она просто отбирает у нас вообще возможности посмотреть и признать свои проблемы это хреново использовать позитивную психологию в таком ключе не видеть вокруг себя ничего и жить в розовых очках что у меня типа все хорошо нет надо признавать свои проблемы надо что-то с ними делать почему я говорю что если вы видите свою проблему горит я не знаю как решиться понаблюдаю все будет хорошо для того чтобы не просто себе это заявить и сидеть в море погоды ждать нет а для того чтобы смотивировать себя что все получится и пойти делать что у женщина за это время сделала я не знаю я не могу за ним ничего сказать но весь смысл когда мы себе говорим что у меня и так уже все есть желанием и исполнены мне интересно как это все образуется это не значит что я должна себе это сказать и сидеть и все и ждать что сейчас все образуется сейчас все будет нет это посыл двигаться дальше это просто сама мотивация что получится значит я буду делать то есть если эта женщина дает претензию что я вас типа послушала я говорила себе что все есть я у себя есть у меня есть все 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 классно денег нету ну то есть как бы ты виновата как ты можешь раздавать типа советы такие если это не работает ну вот вот ее посыл такой был да то есть она предлагает лучше с ее колокольни это сидеть и ныть блин ну я же другой вариант предлагаю я предлагаю не ныть а сказать блин получится у меня и поэтому смотивировать себя идти и делать чтобы получилось вот ну то есть я не предлагаю же бездействовать на оборот каждый шаблон мышления который мы разбираем каждый момент мотивации для себя мы говорим только для того чтобы поднять свою задницу и с офигенным настроением наполненностью вот интересом идти это делать что мне интересно как это получится и идти вот пробовать наблюдать как у тебя это получается но это же лучше чем мыть и вообще ничего не делать но просто позитивная психология она также не работает как и нытье вот поэтому в крайности уходить не нужно я вот отвечаю женщине я все понимаю если вы хотите решить свои проблемы но записывайтесь на консультацию извините но я не могу решать всем проблемы в индивидуальном порядке к сожалению мне и так 500 500 сколько часов даже не 500 тысяч часов наговорено в видео на ютюбе как решать свои проблемы что с этим делать как думать куда смотреть что транслирует мир что показывает там про психосоматику про долги и про деньги но вы на ус мотайте и делайте какие-то шаги какие-то действия раскапывайте инфу да они сидите потом меня обвинять и как ты вообще посмела такая петрушка раздавать советы что все у меня есть все хорошо и при этом у меня ничего не хорошо вот и теперь виновата то есть она меня обвиняет то есть ты даже не читаешь комментарии живешь своей жизнью прям как и учишь что типа какого хрена ты живешь кишки с ней не читаешь и не помогаешь бесплатно вот это вот претензия прилетела я вся вжу так ладно с этим мы разобрались умеет еще офигенно позитивный отзыв нелли привет благодарю тебя за видео смотрю я это видео убедился что неблагодарность рождает проблемы дело в том что в 2023 году я наивно думал что за знания можно не платить и что решить свою проблему в жизни можно просто бесплатно у кого-то чего-то взять вот и заниматься саморазвитием но при этом покупая курсы на складчине за копейки и несмотря на то что я получил огромное количество знаний за целый год когда я все бесплатно брал практически да пройдя кучу курсов я не смог ничего применить в итоге да эти знания не пошли впрок и в плюс и у меня наоборот образовались долги и многие сферы жизни у меня разрушились я получил очень много знаний да но при этом я не был благодарным за эти здания и даже эти авторы которые трудились над этим них рена не получили я это осознал удалил все материалы курсов на компьютеры которые почти даром не достались и за последние два месяца я прошел и прохожу два курса уже за полную стоимость без всякой склачены и заметил что в моей жизни стало все налаживаться и раздаваться долги пока пишу комментарии я еще больше осознал что большинство наших проблем не из-за благодарности к себе и миру да о чем я все время видео и говорю скорее всего этот парень где я скринил этот скриншот делал отзыва смотрел мои видео где читал книжку для чего богу деньги там последнюю главу откуда у нас образуются долги как мы отдаем по закону мироздания десятину все время за все что мы берем и отдаем десятину но десятину берем не от того сколько взяли от всего что имеем до плюс вот это то что взяли то есть со всего мы расплачиваемся всегда в каждую единицу времени мы отдаем десятину точно так же мы получаем когда отдаем что-то да мы получаем бумерангом в 10 раз больше и у нас в жизни всегда вот это вот балансируется и этот баланс но нужно соблюдать причем чтобы не уходить какую-то одну крайность да и вот эти минуса причем вы можете множить деньги и минимально расплачиваться десятиной и максимально получать бумеранг то есть это можно сделать если вы осознаете как это работает вот в книге деньги как раз об этом написала и бесплатно много много видео записала штук семь объясняя как это работает по закону бумеранга и десятин бесплатно для вас посмотрите вот и вот женщина она мне ни копейки наверное не заплатила я не знаю я не помню чтобы она была у меня на консультациях или курсах или так далее или даже покупала бы книгу она просто каждой видите задает мне миллион вопросов на которые поначалу отвечала как дурочка там думаю блин мне даже поесть некогда сегодня 4 мая суббота сейчас 2254 чтобы вам не соврать я позавтракала минут 15 назад ну вот сколько это видео идет 10-15 минут вот я как раз закончила завтрак завтрак потому что весь день у меня была работа мне вообще некогда вчера я позавтракала тоже в 10 вечера позавчера я позавтракала в 10 вечера у меня ну на целый день даже времени нету либо чашка кофе либо там пожитника настойного либо какой-нибудь водички с лимоном все это вот максимум что я успеваю вообще то есть я загнала себя просто в такую жопу у меня просто сегодня менеджер еще написал который занимается чат-ботами и всеми остальными помогающими действиями что она уходит от меня что у него нету времени вот мы с ней год работали это конечно новость меня просто по башке бух-бух и я такая блин сейчас еще больше закопаюсь но прошло пять минут и мне написала девушка которая говорит я прошла курсы по работе с ботом вот мой сертификат я хочу у тебя работать как это работает вообще то есть между тем как мой менеджер решил уйти и какая-то девушка которая которую я не знаю она меня не знает она не состоит в моих группах просто левый человек мне написал я хочу с вами работать вот прошло сколько полчаса может быть на 20 минут 10 полчаса плюс-минус я уже не помню я говорю давай мне как раз уходит человек и просто как это вот так сложилось вообще непонятно вчера еще прикол был я на видеоканале в телеграм выложила прикол сижу значит 3 мая пишу в заметке себе очередное задание для себя написать некому юрию с которым мы с 20 января вообще не списывались и спросить как у него дела для чего потому что мы как-то с ним работали и я ему делала консультации и что-то еще и просто хотела узнать как у него дела может быть ему книгу для чего богу деньги предложить потому что эта книга вообще настольная должна быть у каждого и я к вечеру поняла что я ему не успела написать думаю ладно 4 мая напишу потому что список дел пока выполнял я и до него не дошла по списку слишком большой был на 3 мая нагрузка и что вы думаете он мне в один с вечера пишет сам 20 мая не было коннектовой 20 января не было коннекта сейчас 3 мая было да и он мне пишет на или привет давно с тобой не слышались может быть ты мне что-то посоветуешь какую-то твою новую книгу и я просто взяла вот это все за видео экрана сняла озвучила что ребят смотрите я о нем подумала прикиньте вот сколько январь февраль марта апрель май ну там четыре с половиной месяца прошло четыре с половиной месяца мы не общались я не он подумала и он сам написал то что я сама не успела вот так вот работает каждый раз приходят люди как только они нам нужны они всегда сами появятся как только нам нужны ресурсы придут люди и дадут эти ресурсы как только они нам понадобятся но это при том что в голове вашей до нет мешающих ограничивающих шаблонов мышления с которыми я всегда призываю вас работать да и тогда мы молниеносно приходят вообще вот ваши мысли в материальной действительности вот просто ты подумал все вот тебе ответы вот тебе люди вот тебе возможности так прекрасно выглядишь спасибо да я решила одевать маски все-таки тут мыло-ныло в каком-то эфире что хочу быть естественной но людям не нравится вот я маски одеваю поэтому резко помолодела покрасивела вот хорошо этот инстаграм придумал макияж сразу за меня так гада или месяц и так это вы к чему может быть что-то вверху спрашивали так вы к чему оксана роскошная 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 года или месяца этого про что хотите я вам не знаю я я хотела пожаловаться на женщину ну никак пожаловаться просто комментарии почитать и ответить ей что мы всегда что-то делаем а говорить себе нужно только для мотивации те это и делать это лучше чем ныть но я никогда ни в одном видео не говорила что мы сидим и проговариваем аффирмации сложа ручки никогда такого не было какие аффирмации я вообще против аффирмации сидеть и мечтать визуализировать это вообще не про меня и я никогда в жизни такого вам не посоветую стягивать энергию из других сфер жизни своими аффирмациями и незамечанием вчера как раз видео было посмотрите вот вот для девушки которая писала этот коммент посмотрите вчерашнее видео про зрение я там говорила почему у нас падает зрение потому что мы на позитивной психологии сидим такие у меня все есть у меня все хорошо ля 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 специально делаем так чтобы не замечать свои проблемы не признавать ничего с ними не делать вот вы какую-то крайность ушли как раз таки да что и со зрением потом проблемы еще будут на физике если вы будете дальше продолжать игнорировать свои проблемы что сигналит так отключается что сигналит мне внешний мир то есть если вы сейчас денег у вас нет деньги это перемены это движение это новизна это изучение это куда-то идти что-то сделать по вашим желаниям которые вы откладываете то есть у вас в моменте не желание которые на будущем а вот здесь сейчас у меня есть желание что-то сделать я делаю и думать только о сегодняшнем моменте что я сегодня могу максимально сделать как я могу прожить максимальный день представьте что все завтра у вас не будет вот сегодня последний день жизни чтобы вы сделали вот по-настоящему чтобы вы сделали напишите этот список и возьмите и сделайте и так надо жить каждый день вот просто вот и наслаждаться этим последним днем конечно мы ставим цели конечно мы думаем в прошлом эфире я об этом про цели очень много говорила и в позапрошлом как ориентир мы ставим но живем мы здесь сейчас все равно и действуем здесь сейчас зачем нам завтра думать о том что завтра что-то мы сделаем если у нас сегодня столько всего не сделанного например вот я там сижу и думаю где взять денег там на что-то что-то купить хотя это в данный момент него нахрен не нужно но зато в этот момент мне столько всего можно сделать там английский учить там с кем-то списаться книгу писать вот это я про себя говорю да у каждого там какие-то свои заботы я забыла как установки убирать новое третье находить ой ришка привет 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 давно тебя не видела давай мою книгу деньги новую прочти там как раз вот эти примеры все трам я трансформирую там даже на примерах и ты же ее не читала зрение по общей психосоматике боязнь будущего вообще зрение оберечь надо очень сильно никогда не слушала чтоб кто-то восстановил без операции его ибо я будущее смотреть да и много других аспектов я в прошлом эфире разбирала про зрение по поводу как мы внешне его будем останавливать через операции или еще какими-то манипуляциями это не важно мы вообще психосоматику разбираем не для того чтобы зрение на физике улучшить а для того чтобы понять что за сигнал тела я себе сигналю какие свои обязанности да можно так сказать в этой жизни в этом воплощении который я пришел пройти я не прохожу вот и все то есть ваша цель должна быть не решение внешних проблем а решение внутренних проблем то есть как это будет внешне потом решаться зрение случайным не случайным образом там операцию вам сделают или вы вдруг проснетесь даже не вспомните что у вас там зрение было другое реальность поменяется мы не знаем важно разбирать любую психосоматику и проблемы не для внешних их решений не чтобы у вас там долги вернулись не чтоб деньги появились не чтобы здоровье возвратилось а понять что сигналит этот мир мне для чего я это создаю почему причина во мне вот это вот все творит и вы разбираетесь в себе да что вы делаете не так в этой жизни почему вы не живете эту жизнь а убиваете себя да и каждый сигнал тела и внешнего мира просто грита вашей остановке где вы остановились где вы не живете не идете там свой путь который нужно пройти да вы прожигаете свою жизнь и просто ее топчете так а задача на воплощение это может быть тоже шаблон но я может быть просто другими словами себе объясните я вообще не про говорю чтобы надо чтобы исполнять свое предназначение вообще про это не говорю просто пытаясь может быть такими словами сказать чтобы вам было более ну понятно давайте другими словами скажу ваша задача по внешним сигналом тела внешним сигналом мира понять где вы не живете а убиваете это следующее задача жить у нас одна единственная наше предназначение выжить жить все быть это единственное предназначение других задач у нас нету давайте так никаких предназначений все остальное это да шаблон наше предназначение be так вот там где Г Dru как вы не есть Вы не be вы не живете Вы живёте в будущем, в прошлом Вас здесь сейчас нет Вы не проживаете этой жизнью Просто не живёте Вы каждый момент времени не генерируете энергию А убиваете её, вот и всё И внешний мир просто показывает сигналами Где вы это убиваете в себе Где вы себя убиваете Больше ничего не транслирует этот внешний мир Ни здоровье, ни проблемы, ни долги, ни деньги Я всю жизнь жила И для меня самым важным было найти спутника жизни Не быть одной Я сейчас увидела это шаблон Как по-другому Вот, очень хороший тоже вопрос Тоже с этим жила А потом поняла, что это вообще Совсем нам не нужно Нам вообще ничего не нужно Все эти привязки, которые мы придумали Это всё шаблон на самом деле Но с этим всем интересно Вам нужно, чтобы успокоить ум Наконец-то взять и выписать Для чего мне нужен мужчина Вторая половинка, семья, дети Отношения вот эти Выписать Что я хочу получить Когда у меня всё это будет Например, что я хочу получить Привязавший себя в этой жизни к ребёнку Родив его и живя с ним Что хочу получить Что я хочу чувствовать И вот это вот себе дать И всю жизнь этому учиться То есть жить Проживать эти чувства Изучать эти чувства Становиться этими чувствами Быть этими чувствами Всё остальное, как проекция Мы просто, я не знаю В несуществующей какой-то голограмме с вами Вверх очки надели И сильно прям вжились в эту роль Дальше внешний мир уже будет отражать вам Что ваше естество Что ваше естество, как это сказать Олицетворяет То есть тем, чем вы есть Будет отражаться вовне И надо всё это просто понять Признать Увидеть Начать этими чувствами быть Сложно витиевато Согласна Надо, наверное, не одно видео С разных сторон Разными объяснениями посмотреть Что вот эта вот картинка С пазмами вот этими разными сложилась То есть первое Возьмите и напишите Для чего я хочу мужчину Отношения Что он мне даёт Он мне даёт Чувство безопасности Мы в прошлом эфире это разбирали Чувство нужности Чувство любви Заботы То есть мне не хватает к себе заботы Мне не хватает чувства безопасности принять И небезопасности То есть все крайности Ещё и противоположные мы разбираем Почему вот эти чувства Внутри нас, которые есть Они у нас, как сказать Забыты, зажаты, убраны Там куда-то запиханы Мы это не видим Не замечаем Не проживаем Мы в себе это не видим Изнутри надо это достать И вот мы пытаемся внешним Заполнить вот эту внутреннюю пустоту Нехватку этих чувств Поэтому мы все эти привязки И создаём с вами Чтобы внешне получить то Что нам внутри не хватает И как бы сначала разобраться Что мне не хватает И внешний мир показывает Что вам не хватает И опираясь на все вот эти желания Вы видите эту нехватку внутреннюю Потому что вот это нутро Мы не можем внутри увидеть У нас глаза наружу Мы смотрим вовне Это вне подсказывает Что внутри не хватает Так, ладно Зачем людям вбиваться Малоэффективные шаблоны Почему так мало здоровых Счастливых, богатых людей Почему это Вбиваться в малоэффективные шаблоны Это прям шок Шаблоны Это крайности Наш ум дуальный Он разделил всё На право и налево На плохо, на хорошо И каждая крайность Это просто один раз увиденная Крайность По степени её использования Например, атомная энергия Она не хорошая, не плохая Просто энергия есть энергия Всё В таком, в концентрированном Сжатом виде В атом Куча энергии Сжатом виде Понимаете Это не плохо, не хорошо Это просто Сжатая энергия Как вы вот Можете объяснить Что это за чувство И как Хорошее, ну или плохое И наш ум начнет Придумывать Так, если эту сжатую энергию В бомбу вложить И мы убьём этот мир Значит, атомная энергия Это плохо А если мы возьмём Эту концентрированную энергию И направим её В другое русло По-другому используем И направим её Во что? В какое-то Электричество, блин По всему миру Будет у нас Да, выработано То есть это в плюс То есть мы нейтральное Что-то вообще Абсолютно нейтральное Непонятное Разделили И знаем Какое-то негативное Использование И знаем Противоположное Позитивное использование Мы всё разделили На позитивное использование И негативное использование Потому что нас так Бабушки и дедушки учили Дедушки и бабушки Учились так же У своих родителей Родители там У своих и так далее То есть Нас просто всегда так учили Нас никто не учил Видеть Что Суть Она нейтральна А всё О чём мы Думаем с вами Она для нас Ну как Пытаемся Характеризовать Что-то Вот Суть найти Мы не ищем суть Мы ищем Способ использования Можно так сказать То есть Мы запомнили Что Жалость Или жадность Или Скупость Это Плохое использование Потому что Нам так показались Жадность Для нас Ассоциируется Со способом Негативного использования То есть Кто-то Нам чего-то не дал И нам обидно И поэтому Мы думаем Что жадность Это плохо Но это всего лишь Способ Один из способов Использования В негативном Не в полезном ключе Чувство жадности Но жадность Сама по себе Это чувство Нейтральное И это Просто чувство Максимальности Всеобъемлемости Какой-то Более Там Целостности Общности То есть Жадно жить Этот миг Жадно впитывать Знания Одно и то же Постоянно говорю По поводу Этого шаблона Чтобы вы На этом примере Начали понимать Как накладывать На все остальные Шаблоны То есть Жадность Это просто Нейтральное чувство Наш ум Не умеет Эти чувства Ему неудобно Эти чувства Ну как Чувствовать Ум он анализирует Ум это как интерфейс Как программа На виду стоит Через которую мы работаем Для удобства И он нам переводит Чувства В способы использования Плюс Ум Мы это не ум Ум это Отдельная от нас Вообще Программа интерфейсная Для удобства Которую мы как бы Используем И она нам В основном Закладывает все шаблоны Негативного использования И противоположное У этого чувства В другую сторону медали В позитивном И мы вот В одну сторону используем А в другой бежим Вот этого целого Не видим У меня есть В книге Для чего Нет У меня в книге По работе с мышлением Если бы не это То ты точно был бы счастлив Есть огромная Большая глава Называется Ум Почему ум Нам разделяет На дуальности Шаблоны Почему мы живем В шаблонах Почему выгодно Жить в шаблонах Вот Длин Я так долго пыталась Объяснить Надо было просто Вспомнить Что у меня есть Такая глава И Как у вас там Роскошная Почитайте В моей книжке По-моему Эта глава Входит в бесплатный Отрывок Если бы не это Ты точно был бы счастлив Объясняющая Да Почему мы живем В шаблонах То есть Что такое шаблон Шаблон Это любое понятие Солнце желтое Это шаблон Стол круглый Это шаблон Круглый Это шаблон Квадратный Это шаблон То есть То есть Любая наша мысль Это шаблон На который мы опираемся Если бы у нас Этих шаблонов Бы не было То есть Это просто устойчивая Нейронная Связь Устойчивое Убеждение О чем-либо Шаблон Это неплохо Нехорошо Он не малоэффективный Немногоэффективный Как вы говорите Моя задача Просто вам показать Что каждый шаблон Который У вас есть в голове Можно использовать В пользу А можно использовать В минус себе Как мы это делаем Обычно на автомате И если вы Увидите суть Каждого шаблона Что это такое Вы можете Все то же самое Не отрицая Начать принимать Чтобы двигаться И не останавливаться То есть Каждый шаблон Это крайность Потолок Которая нас Останавливает То есть Так приостановлена Из-за плохой связи Странно У меня Эфир не выдерживает И связит От такой информации То есть Каждый шаблон Это крайность Ограничение Наше То есть Мы так решили Это определенное Устойчивое Убеждение То есть Мы убеждены Что Вода бывает Холодной Горячей Теплой Нейтральной Вкусной Бескусной И каждое убеждение Это есть шаблон И вот Практически Все наши шаблоны В нашей голове Разделены Еще на две части На плохое использование И на хорошее использование Моя задача Показать Что Оба Противоположных Использования Это одно и то же У них Одна суть Одно чувство И это чувство Которым вы являетесь Вы есть чувство И вот Если вы Видите В чем-то Одну сторону Хорошую А в другом Противоположность Плохую Плохую Вы стараетесь Подавить Не видеть Не использовать А это Ваш ресурс И когда Вы одну сторону Медали пытаетесь Не использовать Вторую медаль Тоже не получите То есть Не будет целостности Пока Вы не примете Обе стороны И не увидите Целое Чтобы это использовать Себе Как ресурс Для каждого Для каждого Нашего желания Нужны Все эти ресурсы Все эти чувства Которые творят Наш этот внешний мир А ум Наш упаковывает Эти чувства В образы И в картинки Так вот Нам не хватает Этих чувств Проявить Чтобы добиться Всех этих наших желаний И творить Вот этот мир Для того Чтобы Эти чувства Достать Надо их Разглядывать То есть Для меня Самый удобный способ Это Трансформация Шаблонов Самая офигенная методика Которую Вообще Можно было придумать Уникальную В этом мире Очень много Людей Используют Шаблоны мышления Очень много людей В общем Очень много методик Которые используют Трансформацию Шаблонов мышления И у всех Эти методики Разные У меня Своя уникальная Методика Мною разработанная Которая Уникальна И ее Нигде Ни у кого нет Трансформация Шаблонов мышления Если вы видите Эту общую фразу Это не значит Что у всех Одинаково Происходит Работа С этими шаблонами Так как Работаю я И предлагаю В своих книгах Нет ни у кого Есть похожие схемы Но не такие Как у меня Моя задача Показать Что у всего Есть две стороны Медали Эти две стороны Медали Составляют целое Это целое И есть Та сути Чувства Ваше Которое Вы не видите Не замечаете Не понимаете Как это использовать Поэтому давите Как нечто плохое Нехорошее Пытайтесь погасить И вот эти чувства Когда лезут наружу Они образуют В внешнем мире Проблемы То есть Когда мы уходим В какую-то одну крайность Это просто Наше ограничение Вообще В движении Любое ограничение В движении Это остановка А значит Проблема Любые внешние Проблемы Со здоровьем С деньгами С долгами То есть Это Нет перемен А перемены Это как раз таки Использование Всех наших чувств Их проживания И это все еще Должно быть При определенных Условиях Здесь и сейчас Так Когда мы В этих шаблонах Погрязли И пытаемся Просто уйти Ну вот От реальности И жить в будущем Полагая Какие-то цели Там желания Нас никогда нет Мы просто теряем Свою жизнь Убиваем свое здоровье Убиваем Свое время жизни В общем Все что нам Отведено В этом мире Да Мы просто Упускаем Наша задача Как будто Добиться Каких-то там Целей Желаний Но мы никогда Не удовлетворены В общем Мало людей на планете Кто умеет жить Вот С самой смерти Вот Какие-то первые Несколько лет Ребенок Который еще Не погрязывайте Шаблоны мышления Он еще каким-то образом Живет И генерирует Энергию Все Потом в какой-то момент Чем больше ему Вкладывают знания Родителей Социум Чем больше он Убеждается В чем-то Тем больше он Обкладывается Этими ограничениями По жизни Все Он начинает Дальше Жизнь на обыль Убывать И пока он Совсем себя Не законсервирует Перестанет двигаться Вот он уже умрет Только тогда Когда уже Двигаться некуда Двигаться некуда Когда шаблоны Все Укоренились И Мы не даем себе Выйти из этих крайностей Так Приведите пример Чего конкретно Не знаю Я столько всего Наговорила Мамочка моя Просто Я не знаю Какой пример Из чего Сейчас вам привести Так Вы имеете ввиду Сделать это Чтобы притянуть мужчину Нет Я вообще Не призываю Шаблонами мышления И любыми Другими способами Решать какие-то проблемы Я вообще призываю Никогда не решать проблемы Никогда Внешний мир Не решать Он есть И вы просто Надо принимать И все И наслаждаться им Но Глядя на этот Внешний мир На эти проблемы Принимая Что они есть Во внешнем Просто как киношка Нейтрально Не особо туда Вдаваясь Максимально Погружаясь Со всеми эмоциями А отстраненно Наблюдая За этой реальностью Мы можем Переводить Что это сигналит нам И внутри Расти Расширяться Познавать себя То есть Мы вообще пришли В этот мир Познать себя Все Если мы это не делаем То мы Испытываем Одни проблемы Так Я вообще Пришла Почитать отзывы И ушла В какую-то Непонятную Степь И я не помню Даже где Мои отзывы Телеграм-канале Мне кажется Я удалилась Телефон На приложение Так Что сигналит Желание секса С конкретным Человеком Займитесь И все Ничего Иногда Банан Просто банан Я хочу Найти сейчас Такие классные Отзывы Которые Когда люди Описывают Отзывы Они дают Очень много Подсказок Как решать Свои проблемы То есть Они пишут Что у них Было И как они Решили Свои проблемы Что они Делали Мне кажется Отзывы Это вообще Отдельный Вид искусства Когда можно Зайти на канал И просто Их читать Как книгу Я хочу Вот поменять Там свою жизнь Начала делать Вот это Вот это Вот это Поменялось Было вот так Стало вот так Потому что Я делала вот так Блин это круто Сейчас если Найду пример Такой Я бы Советовала Зайти в телеграм Почитать У меня меню Если что Есть В шапке профиля Есть ссылка На меню Со всеми каналами Так Нелли Я люблю тебя Люблю весь мир Я так тебе Благодарна Дочитала Вчера твою книгу Для чего Богу деньги Читала неделю Обдумывая Размышляя Короче Вечером Перед сном До меня Дошло А к утру Я еще больше Как дошло А к вечеру Потом еще Больше дошло И до сих пор Идут осознания Аж мурашки Я всю жизнь Жила в жертве И недовольстве Всем А ведь у меня Все и так Уже есть Понимаешь Абсолютно все И это я наконец-то Увидела Блин Вот я не могу Мне 48 лет А я только сейчас Поняла Сижу реву Спасибо Нелли Может книга торкнула Может все видео твои Которые я смотрела До нее Которые я с опоением Смотрю И последнее время Может быть Все это вместе В общем Я счастлива И благодарна тебе Всем людям Вот Так Начала Ощущать жизнь Совсем по-другому Встала сегодня В 5 утра Сделала зарядку Сходила в туш А это совсем Не в моих привычках Я сделала полезный завтрак Поела Полная сила энергии Пошла на работу Всех обняла Неужели Блин Жизнь так прекрасна Я только начала жить Так Что еще тут Короче Здесь Наша гид Только поняла Что у нее все есть Почитала книжку Книжка ей помогла Но можно и без книжки Это осознать Оглянитесь вокруг Посмотрите Сколько всего У нас уже Есть то Что мы не ценим А благодарность Как был Второй отзыв Про благодарность Она решает Неблагодарность Решает Что у нас будут Все долги Вовне Благодарность Наоборот Всему миру За то Что у нас Есть Интернет Этот телефон За то Что вы меня смотрите Благодаря этому Я могу Проявляться Могу Говорить Могу Чувствовать Свою Нужность Могу Чувствовать Безопасность Потому что Я нужна Кому-то Я Если бы Вас не имела Не имела бы Телефон Не имела бы Интернет Компьютер Этот дом Даже Вот этот стол Со стулом На котором Я сейчас Сижу Я бы Не смогла Выйти С вами Пообщаться Я бы Не чувствовала Эту безопасность К этому миру И я бы Не чувствовала Нужность А нужность Это одна Из самых Топовых Потребностей Внутренних Наших Самых Базовых Потребностей Животный Инстинкт Наши Размножаться Есть Чувствовать Свою Нужность Потребность В социуме Потребность В общении В обмене Информации Вот Вот эта Потребность У меня Закрывается Благодаря Вам Я благодарна Вам Разработчикам Интернета Тем Кто этот Интернет Проводил В эту квартиру Строил Эту квартиру Телефон Разрабатывал Буквы Алфавит Придумал Блин Это же Классно Языки Придумал Кофту Для меня Эту Сшил Я благодарна Всему Этому Миру Если Вы Начнете Замечать Вокруг Себя Таким Образом Сколько Всего Есть Поверьте Вы Станете Счастливым Человеком Пока Вы Несчастны Потому Что Счастье Это Сейчас Здесь Сейчас Жить Наслаждаясь Этой Жизнью Ради Которой Вы Живете Не Для Того Чтобы Достичь Цели Какой То Вы Живете Чтобы Жить Но Вы Этого Не Делаете Потому Что Шаблон Мышления Который И Вернусь К шаблонам Надо С ними Поработать Это Не Значит Что Мы Должны Избавиться От Шаблонов Нет Наши Убеждения Должны Остаться При Нас Очень Много Видео Было Если Мы Шаблоны Что Такое Шаблоны Устойчивая Нейронная Связь В голове Можно Сказать Нейронная Связь В голове Устойчивое Убеждение По Которой Бегает Так Электричество В замкнутом Круге Если Мы Это Убеждение Начнем Разрывать То Вот Эта Устойчивая Связь Будет Сопротивляться Она Не Хочет Умирать Она Тоже Жить Хочет Как И Любое Существо Разорвать Это Устойчивое Убеждение Мозгу Сложно Потому Что Это Жить Это Жизнь Мозги Тоже Живут Своей Жизнью И Будет Сопротивление И Эта Устойчивая Связь Будет Как Сопротивляться На физике Подкидывать Такие Моменты В которых Вы будете Все больше Убеждаться Что Так Оно И Есть Ну Например Вы Убеждены Что Все Плохо Если Вы Себя Начнете Убеждать Что Все Хорошо С Бухты Барахты То Это Устойчивое Убеждение Начнет Вам Подкидывать События Чтобы Вы 100% Убедились Что Действительно Все Плохо Чтобы Это Убеждение Никогда Не Было Разрушено Поэтому Убирать Шаблоны Мышления Разрушать Их Что То С Нем Делать Нельзя Так Как Вы Погрязнете В Эти Проблемы Солитон Это У У Книжки Есть Да Да Ну Грубо Говоря Это Глава Из Книги Для Чего Богу Деньги Либо Работа С Мышлением И там И там У Огнорировать Про Сахарный Диабет Онкологии Другие Болезни Там Про Любовь В основном И про Шаблоны Мышления Тоже Три Книги Это Вообще Настольные Должны Быть Так Вот Мы Должны Это Убеждение Признать Что Блин Да Я Знаю Что Так Оно Есть Все Мой Хороший Я Не Буду С Тобой Ничего Делать Ты Живи Дальше Ничего С тобой Не Произойдет Все Хорошо Но Давай Мы Будем С тобой Жить Теперь Не Не Конфликтуя А Подружимся Давай С тобой Подружимся Сделаем Так Что Теперь Ты Будешь Убеждение В Плюс Как Скать В плюс Использовать А не В минус То Давай Мы С тобой Решим Как Тебе Жить В Плюс И Объясняем Что В плюс Там Будет Больше Энергии Для Его Жизни Чем В минус Потому Что Когда Этот Шаблон Со Мной Все Время В конфликте Я Пытаюсь Переделать Его Этот Шаблон Мышления Который Сопротивляется Любая Новая Информация Поэтому У нас Всегда Вызывает Сопротивление Потому Что Все Шаблоны Мышления Встают В стойку Что Типа Нет Ты Нас Не Разрушишь Все В глубине Где-то Будет Понимать Что Да Это Так Не Согласиться С тобой Он Будет Говорить Да Я Буду Есть Лучший Яд Чем Буду Несчастливым А С чего Он Взял Что Не Есть Яд Не Будет Счастья Потому Что Шаблоны Мышления Сопротивляются И Будем Дальше Жить С тобой Не Умирать То Шаблон Здесь Уже Соглашается И Ты С ним Живешь Дальше Но Просто Вот Эта Энергия Которую Он У тебя Все Время Забирал И Ограничивал Тебя Пойдет В Генерацию Еще Больше Энергии И В Твои Ресурсы Которые Будут Исподать Твои Желания В Твои Действия Вот То Нам Нужно Чтоб Наш Ум Работал На Нас А Не Против Нас И В Книжке Как раз Таки Я Объясняю Почему Он Против Нас Работает Вот Ему Выгодно Не Отдавать Бразды Правления Нам Потому Что Мы Не Ум Так Как Он Потеряет Управление Как Говорится Но Он Просто Помощник А Мы Конечно С детства Решили Что Мы Есть Ум Мы Если Я Сейчас Буду Говорить Людям Которые В первый раз Слышат Эту информацию Их Мозги Шаблоны Мышления Просто Не Дадут Это Сделать Поэтому Мы На Курсах Там В Книгах Я Пытаюсь Мягко Подвести Вообще Что Такое Шаблон Мышление Как Они Образуются Как Они Работают Что С Ними Делать Почему Мы Так Убеждены И Почему Мы Это В Минус Используем А Как В Плюс Как Как Рассуждения Нам Сделать Так Чтобы Переделать Этот Шаблон То Есть Мы Его Не Разрушая Просто Направляем В Другое Русло И Мягко Перестраиваем Без Всяких Агрессивных Этих Моментов Потому Что Любое Сопротивление Когда Вы Даете Мозгу Новую Информацию Ваша Старая Просто Настолько Начинает Скрипеть И Конфликтовать С новой Информацией Что Во Внешнем Мире Вы Всегда Начинаете Испытывать Проблемы То есть Наш Мозг Как Проектор В голове Проецирует Реальность Вовне То есть Мы Видим Вовне То Что У нас В башке Своей Если Вам Тысячу Раз Что-то Скажут И У вас Нет Такого Убеждения Вы Не Поймете Это Но Когда Вы Кого-то Слушаете Вы И поэтому Знайте Что Все Что Вам Говорят Совершенно Не Так Как Вы Понимаете